Всем привет, с вами Юлия Ульянова, сегодня большая у нас с вами коробочка, это коробочка от Caroline Hirons, весенний такой выпуск, потому что она делает их в течение года несколько раз. Если вы таких коробок не видели, то обязательно оставайтесь, обратите на это внимание, потому что это вход более качественный, более сбалансированный, дорогой уход за кожей. И вот на основании вот этого ухода здесь все ступени, которые нам в принципе с вами нужны, можно составить уход из каких-то других брендов. Ну и естественно познакомиться с очень крутыми брендами и классными работающими продуктами. Как обычно, упаковочка и стандартная культ бьюти коробка черная, здесь на магнитике, достаточно такая удобненькая, и вот тут лежат все продукты. И естественно к ним есть описание, всегда вот в этих коробках от Caroline Hirons есть описание, то есть не просто фотографии, а здесь кстати вот и ее фотографии тоже в этот раз, потому что вот этот первый продукт был выпущен совместно Caroline Hirons и брендом Pixie. Но давайте обо всем по порядку. Первое, что хочу показать, это то, что для каждого средства есть не только фотография, но и описание его, как использовать и какой это этап уходит. То есть это номер два. И что это такое? Это пилинг, то есть тут показано, например, первый этап очищения, второй у нас пилинг, дальше у нас идет тоник. Ну и в таком, наверное, ключе мы с вами и пойдем. Начнем с очищения. Здесь у нас double cleanser, то есть двойное очищающее средство, двухфазное. Я сама придерживаюсь двухступенчатого умывания, об этом вам тоже рассказываю, есть отдельное видео, и Caroline Hirons является проводником таким двухступенчатого умывания в массы. Она вообще занимается кожей, косметолог, но косметолог без образования врача. Она занимается не только своей кожей, но к ней также приходят люди на процедуры. Эти десятилетия, проведенные на тренингах у разных компаний, не занимаясь уходом за собой и за другими людьми, вот это вылилось в определенный продукт, для которого в идеале нужна салфетка, либо полотенце, либо хотя бы ватный диск, если у вас еще ничего нет. Вот в такой коробочке он шел. Здесь также фотография Caroline и вот само средство. Ну, примерно так и выглядит внутри. Первый этап, более твердое масло. И второй этап, это крем. Буду все это пытаться показывать. Второй этап, крем, ну вот совершенно стандартный, достаточно мягкий крем, который будет у меня уползать вниз, пока я буду это показывать. То есть, в принципе, вот тут крем. И мы наносим вторым этапом, и первым этапом мы наносим вот это. Это похоже на масло. Такая штучка, тающая на коже, отлично очень тонким слоем ложится. Супер растворяет макияж и загрязнение. Также SPF, если вы отдельно используете. То есть, сегодня вы использовали средства с SPF на лице, но не использовали макияж. Его тоже нужно снять отдельным этапом. Первым. Вот для первого этапа подходят более простые по составу, чаще более дешевые и более грубые средства. И вот это масло. Аналогом его является отчащие средства с ромашкой от Body Shop и также от Clinique Take the Day Off. Вот совершеннейшие аналоги по своей сути, по эффекту, по ощущениям. Но тут состав будет более сбалансированный. И крем – это второй этап. После того, как мы первый раз смыли всю косметику, всю грязь, второй раз мы уже добавляем чуть больше ухода, чтобы у нас кожа была не только чистая, но чтобы на ней остался защитный слой липидный, чтобы она себя после умывания отлично чувствовала. Классное средство. И на самом деле я эту коробку ждала где-то с марта. И вот чуть позже где-то запустился вот этот клензер, я знала, что он будет в этой коробке, я не стала его покупать, потому что логично, если она выпустила новое средство, явно оно будет в коробке. И мне в этом средстве всё очень нравится, она действительно очень классная, кроме упаковки. Но здесь сложно придумать другой какой-то вариант, потому что первый этап – такой бальзам может находиться только в какой-то баночке, откуда его должно быть удобно доставать. Вот второй – кремовый этап. Он как бы уже мог бы быть и в тюбике. На самом деле средство классное. Я была бы очень рада какому-то travel формату, потому что коробочка тяжёлая. Пройдёмся дальше к книжечке. После того, как у нас был первый этап очищения, дальше у нас идут кислоты. То есть мы делаем вторым этапом пилинг. И в этот раз здесь интересное средство от доктора Дениса Гросса, но тоже двухступенчатое. И средство – такой походный вариант. Нам здесь уже с вами вообще ничего не нужно, потому что здесь есть уже и само средство в нужной концентрации, в нужной пропорции, и вот такая вот хлопковая штучка. Здесь две фазы. То есть первое – это отшелушивание более гладкой кожи, и второе – это антивозрастной нейтрализатор. То есть в целом, конечно, средство антивозрастное, и чтобы лучше подействовала там вторая часть, нужно сначала подготовить кожу с помощью кислоты. Те люди, которые начинают использовать любые кислоты, впервые в жизни они видят просто вау, результаты. Ну, естественно, что все кислотные средства друг от друга отличаются. Чем дешевле формула, чем она проще, тем либо вы меньше получите результата, потому что очень опасно какие-то большие концентрации давать, либо есть высокие концентрации, но там уже нужно быть осторожным, чтобы коже не навредить. Вот здесь уже все сбалансировано. Понятно, что у этого цена уже выше, чем какой-нибудь обычный тоник, но оно реально того стоит. И, конечно, благодаря вот этой коробке все получилось со скидкой 50%. То есть, конечно, отдельно все это купить было бы гораздо дороже. И средство действительно классное. Мне очень нравятся вот такие вот диски тем, что после использования есть ощущение ухода. Когда только один кислотный тоник, есть ощущение больше подсушивания и меньше ухода. Это логично. Но есть такие более сбалансированные штучки, вот типа вот эти, либо First Aid Beauty, тоже диски классные. Больше все-таки ощущение ухода, какого-то питания, увлажнения, еще чего-то, нежели чем подсушивание. Ну и, естественно, что мне очень понравилось. И главная рекомендация, как это используется, вы берете это, одной стороны полностью все протираете. Шея, декольте. Дальше вы переворачиваете на другую сторону, делаете то же самое. Ну и к этому моменту как раз она уже перестает быть такой влажной. Ждете буквально какое-то время. Дальше чуть-чуть впитывается, и вы идете на шаг номер два. На самом деле здесь в упаковке было всего 5 штук. И они есть в упаковках 5, 30, 60 штук. И вот еще 5 штук я себе купила. В принципе, вот так, чтобы каждый день это использовать, мне кажется, что тоже нет необходимости. Мне нравится чередовать разные средства. И когда-то хочется, чтобы это было более эффективное, какое-то более интенсивное средство кислотное. В какие-то дни наоборот. Поэтому вот так вот для поездок, либо когда хочется чего-то среднего между отшелушиванием и уходом отличная вещь. Мне кажется, достаточно много времени я этому уделила, потому что с кислотами могут быть самые большие вопросы. И третий шаг у нас тонизирование. Здесь такой достаточно большой тоник. Он был в такой упаковке картонный. Это очень здорово, потому что здесь много стекла. Вот эта вот стекляшечка. И там еще будут. Бренд Indy Lee. Пробую что-то из этого бренда впервые. Тоник, который мы наносим после того, как уже этап отшелушивания прошел, если вы его делаете. То же самое. Смачивайте ватный диск. Одной стороной проходите полностью шею, декольте. Переворачивайте диск с другой стороны. Снова еще раз прошлись. Здесь увлажняющий, такой успокаивающий экстракт алоэ вера. И гиалуроновая кислота. То есть, в принципе, если вы еще потом будете использовать гиалуронку, то сверху вот этого. Либо если увлажнение не такая большая ваша проблема, то вот здесь этого будет уже достаточно. Следующее приятное средство. После него кожа такая более мягкая и приятная, но она не гладкая. То есть, здесь нет ничего такого силиконистого. Чего-то такого, что оставалось бы на поверхности. Все впитывается. Это как еще один шаг в уходе. И для теплого времени года это отличная штучка, потому что здесь есть и легкий такой уход, и это жидкая форма. То есть, можно использовать вот этот тоник и сверху сразу крем. То, что сыворотка плюс крем для кожи в жаркое время может быть too much. При этом это не как легкая какая-то водичка с экстрактом розы. Здесь все-таки есть еще действенный уходовый компонент. Перевернем страничку. Здесь такие большие красивые фотографии, что мне хочется вам их показать. И плюс у вас уже создается впечатление относительно того, что сейчас вас будет ожидать. И следующий этап. Это у нас крем для области вокруг глаз. Бренд Tata Harper. И мне очень хотелось его попробовать. И в комментариях мне тоже писали, что пробовали какие-то миниатюрки, остались в восторге. Вот этот бренд, он просто очень дорогой. Вот серьезно, просто так взять и сразу купить достаточно дорогую вещь, без какой-то пробы, без тестов, для меня как-то сложновато. Поэтому я была невероятно довольна, что вообще этот бренд здесь есть в коробке. И плюс крем для глаз. Я рассказывала уже несколько раз эту странную историю, что я искала крем для глаз, и мне он был нужен, что-то ни в одной коробке не приходило, и у меня уже все заканчивалось. И тут вдруг вселенная меня услышала, и ко мне стали всыпаться кремы для глаз вообще отовсюду. Подарки за покупку в косметичках, в каких-то наборах. В общем, сейчас у меня такое количество кремов для глаз, что есть из чего выбрать. И вот это самый лучший из всех вообще, которые я когда-либо в жизни пробовала. Есть такое мнение, что крем для глаз вообще не нужен. И в принципе, в большинстве случаев, когда правильная формула у крема для лица, в принципе, крем для глаз не нужен. Но у очень многих есть разные консервные потребности. У кого-то опухают глаза, у кого-то темные круги, у кого-то определенные морщины именно в области глаз, у кого-то сухая кожа, у кого-то жирные веки. Поэтому мне кажется, что все-таки отдельный уход должен быть. Мне так удобнее, мне так комфортнее. И я могу не париться, выбирая крем для лица, думая, подойдет ли он еще для области вокруг глаз. У меня, в принципе, нормальная область вокруг глаз. То есть, если ее как-то перекормить жирным антивозрастным кремом, у меня могут веки опухать. Жирный крем, когда особенно вот антивозрастный, очень многие кремы для глаз мне не подходят. И у меня есть такая вещь, если крем слишком жирный, нанесли его чуть больше, чем нужно, он начнет сползать из-за того, что мы открываем, закрываем глаза, будет распределяться, выпадать в глаза. В общем, на самом деле, крем для глаз это должно быть что-то очень комфортное. И эта история по поводу того, что, ой, нет, я вот только вот сюда ношу, потому что все остальное лишнее мне не нужно. Мне эта история кажется странной. Я использую косметику. Посмотрите, здесь очень много разных оттенков. Здесь есть праймер. Мне кажется, что кожа и век тоже нужна защита, нужно питание. Вот этот крем впитывается без остатка, очень легкий. Вот вообще вот насколько может быть крем для области вокруг глаз гениальным, идеальным и подходящим для всего и всегда, вот он именно такой. Он чуть-чуть осветляет кожу, разглаживает, я не знаю, подтягивает что-то еще. Здесь написано, что это именно антиэйдж крем. И он еще и должен уменьшать темные круги. В общем, он делает все. Я долго это все описываю, какие у меня есть проблемы, какие у меня есть претензии к кремам для глаз. То есть все, что нужно, этот крем делает. В общем, лучший крем для области вокруг глаз, восстанавливающий от Таты Харпер. Как еще сказать, что он хороший, я не знаю. Единственное у него минус, это цена. И я перехожу к следующему шагу. Это шаг 5, тритмент. Можно назвать это сыворотка, и она немножко необычная. Бренд Зеленс. В предыдущей коробке от Caroline тоже был крем от 3T от Зеленс. Просто великолепный крем. Вот супер-мега-классный крем. Выходило видео 25 фаворитов и любимых продуктов. Вот там я о нем говорю, там я его описываю. Что писать одним каким-то словом эффект от того крема достаточно сложно. Кожа в целом становится лучше. То есть день за днем вы понимаете, что кожа улучшается. Здесь в принципе примерно то же самое. Хотя это необычный продукт. Это витамин D. И это масляный продукт. Тоже такая стекляшечка. Очень удобная помпочка. Когда вы имеете дело с пипетками, это, конечно, очень удобно, когда есть кнопка. На самом деле это средней такой жидкости консистенция. То есть нельзя сказать, что это жидкая вода. Это масло все-таки. При этом оно достаточно легкое. Это не сухое масло. То есть ощущение, что оно сразу впиталось, его не будет. Оно остается на коже. И оно начинает на коже работать, ухаживать за ней. Восстанавливать. Восстанавливает защитный барьер кожи. И вот что бы мы ни делали, какие-то травмирующие вещи, пилинги, скрабы, просто если какие-то высыпания, вы их там удаляете, все, что с кожей травмирующе может происходить, вот для этого нам нужна сыворотка с витамином D. Конечно, это не must-have. Это не то, что вот в первую очередь нужно бежать, покупать, если у вас какие-то есть потребности. Но вот невероятно круто, что на вот средства с витамином D тоже было обращено внимание. Потому что такие есть у зеленц и с витамином А. Интересно вам слышно или нет, там чайки куражатся. Такие смешные звуки издают. По сути, такая масляная сывороточка. Написано, что нужно 2-3 капли. Ну, я не знаю, мне кажется, 2-3 капель достаточно мало. Если как-то распределять, и потом вот таким взбивающим движением, не знаю, я просто капаю вот сюда, капаю сюда, капаю на шею. Здесь полностью распределяю. И потом то, что остается еще на лоб, потому что лоб у меня в меньшей степени сухая зона. В основном это вот здесь, конечно. Как дополнительный уход, это, конечно, здорово. Плюс поддержка для кожи, чтобы она восстанавливала свой естественный защитный барьер. И эффективнее противостояла тому, что есть в окружающей среде, и тому, чему мы ее подвергаем в рамках косметических каких-то процедур. И последний, шестой шаг, это естественно увлажняющий крем. January Labs. Тоже в первый раз пробую этот бренд. Здесь 60 мл увлажняющего, балансирующего крема в правильной упаковочке, в тюбике. По консистенции это что-то довольно-таки жидкое. Имею в виду для крема. Как только начинаем его распределять, сразу это какая-то эмульсия. То есть это не взбитый какой-то крем, это очень легкая эмульсия. Так, кольцо, которое нельзя пачкать кремом. Очень хорошо тонким слоем распределяется, они, вероятно, сразу же охлаждают, увлажняют, дают легкие такие ощущения, что вот я только что умылась, и на коже еще осталась влага. Очень классный, но мне кажется, что он может быть легковатым. Если нужно еще какое-то питание, вы любите более такие плотные кремы, то это не универсальный вариант, так скажем. И этот крем чередует с другими кремами. Мне все-таки чаще нравятся более взбитые кремы. Они и впитываются в кожу, они и оставляют на коже какой-то определенный защитный слой, под которым у меня еще там несколько сывороток. Но впитываясь такой кремом с собой, еще также дальше протаскивать предыдущие слои ухода. При этом нельзя сказать, что он прям такой вообще легкий, и что он сразу впитается, и вам захочется еще. Нет. Здесь есть увлажнение, есть всякие приятные полезные штучки для кожи, но без сыворотки, без предыдущего какого-то ухода, его явно может быть маловато. Либо это будет совершенно такая достаточная вещь для летнего периода. И коробка у нас совершенно пустая. Мне кажется, видео и так получилось достаточно длинным, потому что обо всех средствах хочется сказать не только вот как о конкретном представителе бренда, а как о представителе определенного класса средств. Есть отдельно очищающие средства, и когда мы говорили об очищающем вот этом вот двухфазном средстве, мы поговорили обо всех остальных, и в принципе здесь основной такой набор средств, которые могут вам понадобиться. Естественно, что коробка невероятно крутая, она мне очень понравилась. Естественно, что я буду ждать новую. Они выходят не как-то запланированно, нужно примерно ловить, следить, сразу же делать подписку на waitlist, когда она открывается. Потому что коробки раскупают достаточно быстро, при том, что цена у нее была 170 фунтов. Здесь все полноразмерные продукты, здесь можно прикраться только к тому, что здесь 5 штук. Но это тоже полноразмерный продукт, вы можете именно такой же купить 5 штук в каком-то магазине, в том же Культи Бьюти. Название этих средств, ссылки я оставлю внизу, чтобы вы могли посмотреть и упаковку, и составы, как они выглядят, как точно называются. И они, в общем-то, действительно все очень-очень крутые. И это все на сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой, позитивной нашей коробочной волне. И мы с вами обязательно увидимся. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!